МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как обычно, очередному заседанию Думы предшествовали заседания профильных комиссий. Остановимся подробнее на экономической. Депутаты заслышали информацию о финансово-хозяйственной деятельности Юганск-Транс-Тепла-Сервиса по итогам 2015 года. Проведенный анализ предоставленной отчетности показал, что состояние финансово-хозяйственной деятельности общества удовлетворительное. Если говорить о позитивных значениях, можно отметить увеличение среднемесячной зарплаты работников, а их около 400 человек. Также положительно характеризует деятельность предприятия отсутствие задолженности по оплате труда. Что касается отрицательных значений, то портит картину снижения объема выручки оказываемых услуг и увеличения дебюторской и кредиторской задолженности. По взысканию долгов с потребителей постоянно ведется претензионная исковая работа. В судах уже рассмотрено и принято 75 решений на сумму около 50 тысяч рублей. Также парламентарии внесли изменения в план приватизации муниципального имущества. Речь шла о 19 квадратных метрах по адресу 6,55. С 2007 года помещение арендует сообществом с ограниченной ответственностью «Право и недвижимость». Арендатор наделен правом выкупить данный объект при трех условиях. Либо единовременно выплатить сумму за недвижимое имущество с рассрочкой платежа, либо отказаться от реализации преимущественного права. Но в данном случае имеет место быть обращение индивидуального предпринимателя с просьбой о реализации права преимущественного выкупа в части арендованного имущества. Диногласно. Члены комиссии единогласно поддержали изменения в план приватизации. Если здесь вопросов не возникло, то следующая тема повестки, касающаяся незаконно установленных ларьков, вызвала бурное обсуждение. Сегодня в Нефтьюганске 79 киосков, где вполне законно торгуют продуктами, цветами, непродовольствами, товарами. Но больше двух десятков продолжают зарабатывать деньги незаконно, хотя по решению суда они давно должны были закрыться. Судебные решения – это одни из самых сложных в исполнении судебных решений. Работа по ним ведется, но все, что мы можем сделать – это обязывать их исполнить решение суда. Вручаем требования. Им проще штраф оплатить. Они оплачивают штраф и точно так же не исполняют. Исполнительные листы в отношении некоторых магазинчиков были переданы в службу 7-8 лет назад. Но, как пояснила судебный пристав, привлечь предпринимателей к уголовной ответственности за злостное неисполнение решений суда невозможно. У депутатов возникли вопросы, как администрация отрабатывает эту тему, и почему незаконно установленные павильоны продолжают пользоваться городскими коммуникациями. Как пояснил заместитель главы администрации Сергей Мочелов, просто снести ларьки городские власти не могут. Оплачивать демонтаж должны сами предприниматели. Единственный вариант – снова подавать к суд, чтобы взыскать с коммерсантов стоимость сноса. У нас есть 9 решений судов о взыскании денежных средств на снос этих миллионов. Но они пока еще раз. Денежные средства не взыскали с них предпринимателей судебных. Как только будут эти денежные средства взысканы, мы сразу же все миры предпринимаем. Одни коммерсанты не продлили договоры аренды, другие самовольно заняли земельный участок без оформления документов. По словам представителя службы судебных приставов, у них есть только один инструмент воздействия на таких предпринимателей – ограничение права выезда. Но и он не работает. Когда в 2014 году встал вопрос, ему надо было срочно выехать, у нас отозвали исполнительные специалисты по нему. И через два месяца снова предъявили. Все, дальше он ездит у нас почему-то просто так. Надо проработать вопрос администрации об отключении этих блоков от электричества, от тепла, ограничения выезда. Какие-то еще предложения будут от депутатов по этому вопросу? Пожалуйста. На мой взгляд, было бы правильно отметить, что администрации ничего не делается, если 8 лет стоят в архиве. Администрация города Нефтьюганска подготовит на следующую комиссию мероприятие по сносу незаконных строений по каждому в отдельности. И отчета проделанной работы. Кто за данное решение, я прошу проголосовать. В 2016 году планируется ввести в эксплуатацию жилья общей площадью квартир 43 тысячи квадратных метров, в том числе индивидуальных жилых домов общей площадью более 2 тысяч квадратов. Масштабные стройки в этом году должны завершиться в 4, 5, 11, 15 и 17 микрорайонах. В итоге город получит 765 квартир. Кроме того, больше 4500 гектаров земли планируется в этом году продать или предоставить в аренду поджилищное строительство. И возвести в будущие годы на этих земельных участках 258 тысяч квадратных метров жилья. На заседании комиссии по городскому хозяйству депутаты предоставили информацию об этих участках. Кроме жилья есть планы построить и объекты социального назначения. Так, в 16 микрорайоне должен в скором будущем появиться еще один детский сад на 300 мест. А в 11 микрорайоне будет возведено малосемейное общежитие. Что касается перспективы жилищного строительства, в этом году планируется выделить 15 территорий. По четырем из них уже объявлены торги. Это земельные участки в 14 и 5 микрорайонах, на улице Алексеева Аракина и в поселке СУ-62. Здесь, кстати, земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. В отношении 11 земельных участков, предназначенные под строительство жилья на территории города Нефтьюганска, сейчас заключен муниципальный контракт и планируется проведение оценки в апреле месяце. После 20 числа мы начинаем получать уже отчеты независимого оценщика. Это все земельные участки, которые сейчас в работе. И ориентировочно торги назначены на май месяц, поэтому ждем приема заявок. Большинство заявленных участков планируется осваивать в рамках развития застроенных территорий. Например, 11 микрорайон разделен на 9 таких зон. И на каждую отдельную территорию готовятся аукционные документации по продаже права на заключение договора. Например, застройщикам предлагается территория в 11 микрорайоне, которая охватывает 3 дома. 101, 103 и 104. В другую зону объединены 34, 36 и 37 дома. В третью еще два многоквартирника 25 и 29. Итак, 37 двухэтажек. В каждом доме есть муниципальные и частные квартиры. И при заключении договора обязательным условием является переселение жителей и тех, и других квартир. Какие предусмотрены условия по расселению обязательства застройщика в отношении муниципальных квартир и в отношении собственников? В части муниципальных квартир обязательства лежат на муниципальном образовании города Нефтьюганск. В части квартир, которые принадлежат гражданам на праве и частной собственности, принимается решение о предоставлении или решении вопроса в части непосредственно застройщика и граждан. Но муниципальное образование выступает третьей стороной. То есть собственники, те, кто является собственником, они будут заключать договор о мены с застройщиком. То есть они свою собственность будут менять на другое жилье, которое будет представлено застройщиком. Не исключается такая возможность предоставления и заключения договора о мены. Либо предоставление собственнику суммы выплаты, то есть стоимости его имущества. По желанию собственника. Как из вариантов. Если это и весной торги действительно состоятся и договоры с застройщиками будут заключены, то, как пояснила директор ДИЗО, уже в следующем году можно будет оформлять заявку в окружной департамент и планировать средства в местном бюджете на расселение муниципальных квартир. А их в перечисленных 37 деревяшках в 11 микрорайонах 236. Также на заседании профильной комиссии по городскому хозяйству депутатам была представлена информация о стоимости коммунальных услуг в городе на 2016 год. Напомню, что тарифы на услуги теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, утилизации твердых бытовых отходов, газоснабжения и электроснабжения устанавливаются региональной службой по тарифам Югры. Повлиять на эти цифры местные власти и жители не могут. А вот что касается тарифов на содержание жилья, в каждой управляющей компании эти суммы разные. Причем они должны быть согласованы с жителями. И только горожане решают, какой будет размер платы и какие работы управляющая компания должна на эти деньги произвести. Тарифы за коммуналку установлены с календарной разбивкой с 1 января и с 1 июля 2016 года. После Нового года цифры в платежках не изменились. Рост ожидается в середине года. Например, содержание неприватизированной двухкомнатной квартиры площадью 54 квадратных метра с числом проживающих 3 человека, без учета стоимости услуг электроснабжения и газоснабжения, рассчитанное по действующим нормативам потребления, составит в пятиэтажном многоквартирном доме капитальной застройки без лифта и мусоропровода до 1999 года постройки в среднем по городу по состоянию на 1 января 2016 года 6291 рубль 90 копеек в месяц. С 1 июля 2016 года 6666 рубль 49 копеек в месяц. Рост составит 324 рубля 53 копейки. По ветхому деревянному жилищному фонду в среднем по городу составит на 1 января 5468 рублей 85 копеек в месяц, по состоянию на 1 июля 2016 года 5725 рублей 19 копеек в месяц. Рост составит 256 рублей 34 копейки. Что касается каждой услуги по отдельности, то холодное водоснабжение с 1 июля вырастет с 39 рублей 25 копеек за кубометр до 40 рублей 90 копеек. Горячее водоснабжение и отопление сейчас гикокалория стоит 1474 рубля 45 копеек, а летом вырастет до 1536 рублей 37 копеек. За водоотведение горожане будут платить вместо 34 рублей 83 копеек 36 рублей 30 копеек. Вывоз мусора обойдется в 90 рублей 26 копеек за кубометр вместо 86 рублей 97 копеек. Электроэнергия в домах с газовыми плитами вырастет с 2 рублей 44 копеек за киловатт-час до 2 рублей 58 копеек. В домах с электроплитами изменится на 10 копеек за киловатт-час с 1 рубля 71 копейки до 1 рубля 81 копейки. Что касается природного газа, тысяча кубов будет стоить 5131 рубль 54 копейки, в то время как сейчас газ стоит 4729 рублей 53 копейки за тысячу кубометров. Если на эти параметры повлиять не могут ни горожане, ни городские власти, то строка за содержание устанавливается управляющими компаниями, по идее согласия жильцов. В разрез управляющих компаний ситуация выглядит следующим образом. Для деревянных и капитальных домов тарифы за содержание жилья отличаются, причем капиталки делятся тоже на две категории – с лифтом и мусоропроводом и без них. Меньше всех остальных жителей многоквартирников с лифтом и мусоропроводом за содержание общего имущества платят горожане, чьи дома обслуживает компания СИП «Спецстрой». Тариф установлен в размере 35 рублей 24 копейки за квадратный метр. Максимальный тариф своим жителям выставляют компании «ЖУ-3» – 46 рублей 88 копеек за квадрат и «ЖУ-7» – 46 рублей 51 копейка за квадратный метр. Что касается многоэтажек без лифта и мусоропровода, опять же самый комфортный для жителей тариф установлен в компании СИП «Спецстрой» – 28 рублей 90 копеек. Больше остальных платят также жильцы, чьи дома обслуживают «ЖУ-3» и «ЖУ-7». Содержание квадратного метра жилья обходится в 36 рублей 70 копеек и 36 рублей 1 копеек соответственно. Из пяти управляющих компаний, в обслуживании которых находятся деревянные дома, минимум собирают жители «ЖУ-2» – 23 рубля 78 копеек, а максимум «ЖУ-5» – 33 рубля 76 копеек за квадрат. Эти тарифы должны быть установлены на общем собрании жильцов многоквартирного дома. И любое изменение, будь то стоимость обслуживания и перечень работ, тоже должно приниматься большинством. Неоднократно к нам обращаются граждане с просьбой разъяснить данную строку содержания. Выясняется, что ни в каких собраниях не участвовали, в обсуждении данного вопроса не принимали, но тем не менее им счета выставляют и из года в год эта сумма растет. У нас есть муниципальный отдел муниципального жилищного контроля во главе с Сахаровым Алексеем Николаевичем. Если где есть жалобы по подобным случаям, проходят проверки и аннулирование результатов этих собраний. Как рассказал директор департамента Сергей Стериков, в практике отдела муниципального контроля было лишь два случая, когда приходилось аннулировать результаты собраний из-за фальсификации подписи. Каждый житель имеет право обратиться в департамент и получить на руки протокол собрания, если такое имеется, и проверить, стоит ли там его подпись или нет. После аннулирования результатов, то есть когда управляющая компания увеличивает тариф за содержание без согласования с жильцами, должен быть сделан перерасчет, возвращены деньги, которые были собраны с жителями незаконно, и снова организовано собрание. Причем проходить такие встречи должны минимум раз в год. Городская администрация даже может выступить инициатором отбора лицензии у нерадивой управляющей компании. Но пока таких прецедентов не было. На заседании комиссии по социальным вопросам нефтьюганские школьники презентовали патриотический проект «Вторая жизнь герою». Также депутаты заслушали представителей здравоохранения, образования, физкультуры и спорта, а также административной комиссии. 125 тысяч человек, из которых почти треть – дети. Именно столько горожан обслуживают 17 врачей и 85 фельдшеров скорой помощи. Количество медперсонала недостаточно, даже с учетом совместительства. Тем не менее, обслуживание вызовов происходит без задержки. Максимум по зданию бригады не более чем на 10-15 минут в часы пик или при незапланированных дорожных работах. Нашу работу можно оценить в целом положительно. Дело в том, что сохранность объема финансирования, бюджета, а также подход к качественному оказанию скорой, медицинской и неотложной помощи позволил нам в целом сработать неплохо. И один из показателей, который практически никогда не прописывается, но тем не менее, это отсутствие за 2015 год обоснованных жалоб от населения. Еще одна проблема, о которой рассказал представитель станции скорой помощи – непонимание некоторых автовладельцев, не уступающих дорожную полосу, машине скорой, даже с включенными спецсигналами. Довольно часто припаркованный в микрорайонах транспорт мешает проезду и отнимает драгоценные минуты. Наверное, все вы свидетели тому, какие возникают вопросы на территориях, в том числе и наших соседей по области, это Екатеринбург, Свердловская область, где очень часто, кстати, звучат вопросы именно оказания скорой медицинской помощи. Там и доезд, и дороги, и отсутствие автомобиля, и отсутствие бензина, и определенные показания возрастные, при которых человеку, достигшему определенного возрастного ценза, скорая помощь вообще не выезжает. У нас такого на нашей территории никогда не было, мы надеемся, и не будет и в последующем. Что касается образовательной сферы, Татьяна Мостовщикова озвучила проблему, которая может возникнуть в городских школах. Указ президента диктует новые условия образовательного процесса. К 2018 году все школы должны перейти к односменному режиму. Сегодня обучение в две смены в городе ведется в 12 учреждениях. Мы вошли в программу огружную развития образования, где обозначены были строительства, но в 2019, в 2018 году пристроив к школе номер 5, к школе номер 6 и к школе номер 3. Но все это на условиях софинансирования, кроме того строительства новой школы. И поэтому, конечно, сейчас перед нами стоит задача о том, чтобы уже сегодня нужно думать и делать проекты к этим пристроям. Эти и другие вопросы, озвученные во время комиссии, были вынесены на рассмотрение Думы. Все решения, которые были приняты в работе комиссии, единогласно были одобрены и на заседании Думы. На этом все. Смотрите программу «Нефтьюганск. 5 САЗ» в следующий четверг после информационного выпуска.